Добрый вечер, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, что же такое инфодайвинг. Очень много разговоров, страхов и всего остального имеется на сегодняшний день вокруг этого слова. Инфа от слова информация, дайвинг это погружение. Это погружение в себя за информацией. Замечу погружение в субъективном восприятии. В этом ключевое отличие инфодайвинга от всех других техник. Гипноз, трансовая техника и так далее. Все лежит в зоне объективного восприятия. На сегодняшний день инфодайвинг единственный из психотехник, который в обязательном порядке предполагает субъективное восприятие. Потому что информацию человек берет внутри себя. И для того, чтобы он имел доступ абсолютно к любой информации, точку сборки восприятия надо сместить таким образом, чтобы и ответственность за эту реальность, и создание всей реальности и так далее, происходило именно в психическом мире человека. Человек ныряет в глубины своей психики и в глубины своего подсознания. И соответственно, если все остальные люди являются субъектами его психики, значит он имеет доступ к любой информации. Вот это ключевое отличие инфодайвинга от всех других психотехник. Внешние техники похожи на техники гипноза, с разницей лишь той, что сперва мы идем за самнамбулизм дальше, а потом мы расставляем якоря и работаем в более мелких состояниях, не таких глубоких. То есть вплоть до того, что инфодайверы могут слегка прикрыть глаза и уже брать информацию. Но это все результат тренировок, регулярных тренировок. Очень хорошо, когда тренироваться начинает самнамбул. Но если человек не самнамбул, он точно так же великолепно может натренироваться и брать информацию. Я, например, не самнамбул. И в моем окружении очень много людей, которые достигают вот этих способностей инфодайвера просто через тренировки. Что определяет результативность инфодайвинга? Потому что на сегодняшний день действительно у нас сумасшедшие результаты по аутизму, по ДЦП, по работе с центральной нервной системой. Вот сегодня пришло сообщение о том, что мы смогли за три недели выключить онкологию четвертой стадии с прорастанием метастаз в кости и в надпочечнике. И это было очень приятно услышать, конечно, что у нас это получилось. То есть мы на самом деле что делаем? Мы находим первопричину. То есть каждый раз, ныряя в себя, мы находим причину заболевания. Каждый раз мы находим причину события, причину иска, причину развода. Причину, причину, причину. Причина всегда есть. Следующее погружение. Мы достаем информацию о том, как эту причину закрыть в подсознании. То есть причина всегда, когда она есть, там есть обязательно какой-то энергетический ресурс, бюджет на съемку. Проявление в этой картине мира. И наша задача, этот энергетический ресурс забрать. Точечно, четко мы находим причину, мы находим решение, мы находим энергию, мы все это забираем. И в связи с тем, что ныряния очень много, мы выстраиваем цепочку, как это все из подсознания убрать. То есть по сути дела это примерно перепрошивка мобильного телефона под названием «человек». То есть мы перепрошиваем человека, его программное обеспечение заново. Таким образом получается, что у человека можно включать и выключать болезни. Но если вы думаете, что все это так просто, это не так просто. Разрешение на все эти манипуляции дает такая структура психики человека, которую мы называем игроком. Если брать религиозную подоплеку, ее называют душой. Вот эта душа, она именно и определяет. Можем мы работать, не можем мы работать. Дает она разрешение, не дает, в каких вариантах дает. То есть получается, что методика инфодайвинга, я бы сказала, это не методика, это процесс. Это процесс работы с подсознанием человека. Этот процесс очень экологичен. Причинить вред человеку в инфодайвинге невозможно, потому что все абсолютно санкционировано душой. Если душа не санкционирует, работать ты не можешь. Даже если ты будешь прыгать, скакать, ты максимум, что можешь, с ней начать торговаться. Все, ты разбился о решении души. Можно заходить через Бога. Иногда душа бывает сговорчивая через Бога. Там уже другие вещи, но все равно это договор. Это договор, друзья, это договор в состояниях любви и благодарности. И этот договор имеет место быть. И получается, отличительная черта инфодайвинга – это точность попадания в информацию и субъективное восприятие. Это две те вещи, которые на сегодняшний день на рынке не демонстрирует ни одна из методик. Если вам интересна работа над собой, если вам действительно интересно постичь глубины своей психики, вы можете заняться инфодайвингом. Это подвластно абсолютно любому человеку. Это абсолютно безопасно. И когда у меня спрашивают, а как же тонкие миры, астральные, ментальные и так далее, начинают добавлять всякую экстрасенсорную чушь, господа, если вы захотите в субъективной реальности это выстроить, это ваше право. Но я не знаю, зачем самому себя там пугать. Там можно выстроить любовь, там можно выстроить доступ к информации, там можно выстроить выздоровление, исцеление, решение любого вопроса, из состояния любви и благодарности к Богу. И зачем придумывать чушь, тогда она просто теряет смысл, и это делать не надо. В объективном восприятии, где вы соломинка, которая несется по просторам чужого восприятия, тогда да, там, наверное, существуют какие-то страхи и так далее. В инфодайвинге этого нет. Абсолютно безопасно, абсолютно экологично и невероятно результативно. По сути дела, новая медицина. Но одно «но» – доступ в инфодайвинг имеют только те люди, которые имеют душу и которые осознанны. Мелочь, но она ключевая. Мелочь, но да. Мелочь, но необходимая.